Результат деятельности. Я считаю, кое-чего мы добились. Во всяком случае, в тех 30, даже в 31 пилотном регионе, где вводилась эта система, она дала свою отдачу. Зарплата выросла. Не везде результаты разные, но это связано с тем, что регионы у нас разные. И, скажем так, зарплата в одном регионе для учителя может быть вполне приемлемой, а в другом регионе она слабо сопоставима с общей зарплатой, средней зарплатой в том или ином регионе, в той или иной территории. В любом случае, на последнем заседании Совета по национальным проектам, он прошел несколько дней назад в Москве, я дал поручение завершить переход к новой системе оплаты труда, с учетом того опыта, который мы накопили в этом 31 регионе, в течение трех лет. Срок достаточный. Министерство должно это сделать. Должны меняться и программы повышения квалификации в зависимости от современных потребностей педагогов. Начало таких преобразований уже предусмотрено в этом году планом первоочередных действий. Я надеюсь, Ваш форум тоже даст ряд ответов на эти вопросы. Еще одна задача – совершенствование аттестации педагогических и управленческих кадров. Сейчас принципиально обновляются квалификационные требования. Центральное место в этих требованиях занимают профессиональные педагогические компетенции. Но на что хотелось бы обратить внимание, не должно быть никаких бюрократических препятствий для тех учителей, включая молодежь, которые хотели бы досрочно подтвердить уровень своей квалификации. Стоит модернизировать и саму систему педагогического образования. Я здесь не хотел бы не навязывать никаких рецептов. Вы сами должны определиться, в каком ключе ее развивать. Но если Вы обратили внимание, то в своем послании Федеральному собранию, которое я произносил в конце прошлого года, я об этом сказал. В любом случае, крупные, сильные педагогические университеты в конечном счете должны стать базовыми центрами подготовки учителей. Это очевидно, и просто такой потенциал мы не должны терять. При этом необходим и научно обоснованный прогноз потребностей в учителях. Это тоже одна из задач, которую министерство вместе с педагогической общественностью должно исполнить. В 2010 году будут введены и новые требования к качеству образования. Очевидно, что необходима независимая проверка знаний школьников. Это делается при переходе из начальной школы в среднюю и в дальнейшем. Но механизмы независимой оценки могут создаваться силами профессиональных союзов и ассоциаций. Россия, кстати сказать, продолжит и свое участие в международных сравнительных исследованиях качества образования и в создании собственных методик образования. Еще одна важная тема, о которой я неоднократно говорил с учителями, которую вы, конечно, бесконечно обсуждаете, это единый государственный экзамен. Единый госэкзамен стал новым явлением, который, по сути, создает первый опыт общей государственной аттестации знаний, причем независимой аттестации знаний ученика. По моему поручению и после консультации с педагогами, с общественностью, с политическими структурами, с партиями, была создана комиссия по совершенствованию проведения единого госэкзамена. Комиссия провела довольно большую работу, потом они пришли мне, доложили ее результаты. Одним из результатов работы стало определение предельной даты внесения изменений с документами, которые регламентируют проведение экзамена. В этом году, насколько я понимаю, это должно быть сделано не позднее марта, но и это слишком поздно, поэтому со следующего года учебного все это должно происходить не позже сентября. И это были как раз основные, может быть, вопросы, которые задавали мне учителя во время встречи. Но не эти только, конечно, были и другие вопросы. Кроме того, выпускникам прошлых лет будет предоставлено право поступать на очное отделение высших учебных заведений без сдачи единого госэкзамена на основании вступительных испытаний. Отмечу и такую рекомендацию, как расширение возможности сдачи единого госэкзамена для выпускников из числа наших зарубежных соотечественников. Но это не все рекомендации, о которых я только что сказал. Там есть еще много достаточно мелких, но важных вещей. Работа по совершенствованию сдачи и нормативной основы сдачи единого госэкзамена будет продолжена. Я считаю, что прежде всего, конечно, мы должны опираться на мнение педагогов, но и на мнение, конечно, самих учеников. Если будем это делать, то тогда единый госэкзамен будет выполнять ту функцию, которая на него сегодня возложена. А в чем она заключается? Она заключается в том, что единый госэкзамен должен быть основным, но не единственным способом проверки качества образования. Вот еще раз подчеркиваю, это определение, на мой взгляд, абсолютно корректное, основной, но не единственной. И вот из этого я и предлагаю исходить. И еще одна тема о воспитании. Надо возрождать полноценную систему внеклассной работы и вовлекать в эту систему и учеников, и выпускников, и, конечно, родителей. Отдельный большой пласт работы. Некоторое время назад о нем как-то не очень популярно было говорить, не очень модно было говорить, потому что он казался нам таким советским, избыточно идеологизированным. Но это не так, мы с вами хорошо понимаем, в чем ценность такого рода работы. Ее надо заниматься. Но делать это по-новому, чтобы ученикам скучно не было, и чтобы это было в радость. Я думаю, все, о чем я сказал, и еще очень многое из того, о чем я не сказал, можно обсудить на педагогической ассамблее. Я желаю всем здесь собравшимся удачной, хорошей работы в этот прекрасный морозный день и хорошего начала года учителя. Поздравляю вас с этим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ